две крутки дам дам так ну погнали на к великий обозреватель помпом это что такое загрузка доступна конусы это что так и предпросмотр миши там еще видосик есть про мусорки которые тоже не смотрел подождите даже 14 минут длится что-то интересное любую игру предлагать но из доступных желательно не супер дорогая там условия можешь вк в телеге почитать да так это что такое в великий обозреватель мы это будем смотреть мы всем пассажирам след на пинаконию семья к мм наверное есть смысл почитать на можно под конец так погнали обзорчики самое самое важное пушки вообще самые важные конусы следующего обновления потому что бесплатный который продается в пассажу световых конусов да также предпросмотр миши какие какие-то инфа про семьи и видосик 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 обзор световых конусов салон полученных грезах первопократно могут обменять сияющий отцвет на световые конусы в магазине пассаж стил конс сияющие отцветы это же те же самые осколки до которые мы собираем с каждую неделю убивая боссов правильно из-за из-за этот из-за прохождения не виртуалки зеркала если так то это вообще кайфово значит можно будет сразу купить эти конусы до r5 если они хорошие ну давайте смотреть разрушение вдали от огня вложение уровень 1 к потерявшие потерянные за одну атаку хп владельца превышает 25 процентов от его макс хп или к поглощенное им хп превышает 25 процентов от его макс хп поглощенное владелец немедленно восстанавливает 15 в то время как наносимый им урон повышается на 25 на 2 хода этот эффект может сработать только один раз за три хода ой ой а ну на два хода урон повышается раз в три хода ну однозначно да блейду в теории только я не знаю возможно это надо как-то следить ну понятно либо блейд либо орлан других персонажей разрушения которые тратят свое собственное хп нету на данный момент возможно сэм будет тоже как-то с этим связанный как персонаж до 1 что-то его нарисовали можно тоже будет персонажем разрушения до 50 процентов урона это как пушка орлана это как пушка орлана только чуть слабее на 20-30 процентов до примерно там у орланыч под 70 насколько я помню но определенные условия до срабатывания не знаю может быть он в чате пишут разве орлан не 15 райт да без понятия надо кто-то если кто-то помнит цифры орлана то я вами восхищаюсь не знаю хватит ли орлану чтобы прокнуть этот эффект ну если не хватит то это грустно да дзенлю тратит на там копейки дзенлю вряд ли да хотя она же еще с команды немножко забирает так что ну это написано именно макс хп владельца ну блэйд может себе и 49 процентов срезать если у него на данный момент 100 процентов хп он нажимает ульту так что возможно только блэйду поехали дальше охота единственный победитель ва банк наложение уровня 1 сил атаки владельца повышается на 12 к то есть на 24 условно берем к владельца совершает крит попадания по противнику он получает один статус уровня везения который может класс до четырех раз каждый имеющийся у владельца урон статуса везения повышает его урон на 8 статус везения снимается в конце хода о божечки то есть это надо сделать тычку которая много ударов одновременно делает и тогда 16 умножить на 4 можно повысить себе крит урон на сколько на 64 процента сил атаки при этом пассивно 24 до топаз до опас потому что свинка много урона много тычек делает то есть там прям много-много выстрелов на ешки и так далее зелена ешки нет я бы не сказал нет у нее что-то типа 33 тычки урона проходит и потом сразу же надо ультить в этот момент чтобы сразу же нанести урон ультой повышение на 64 процента четыре удара взяли в навыки даже понимаешь что каждый первый удар увеличивает последующие это еще критонуть надо у сушан скорее всего да вот у сушан вроде много проков я не цена чего не помню рацию точно нет сто процентов нет да ну и то есть это каждый вот этот вот маленький прок нанесение урона усиляет следующий поэтому ну такое не очень сильно ну скорее всего сильнее чем реки которые есть сейчас чем рацию нет кайфе его тычку это гигантская тычка на один типа разовая нажимает ешку и он делает одну тычку на рацию это не работает он кидается мелком или бьет ну там книжкой и так далее потому и по той же причине почему фехтование на нем да сложно реализовывать потому что имеется ввиду попадание именно вот отдельный отдельный урон бонус атаки смысле ты не понимаешь project ты перечитай вот этот вот абзац поехали дальше эрудиция день падения вселенной стратегия сила атаки владельца повышается на 16 процентов для эрудиции пойдет 32 процента если после атаки владельца не менее двух целей имеют соответствующую уязвимость крит урон владельца повышается на 40 до конца на 2 хода ну звучит неплохо 40 процентов крит урона 32 процента силы атаки сильнее ли это чем песик вы не пёсик кто там у нас что-то по цифрам ну чем зарождение себя вряд ли конечно если да если брать герту например чем важность завтрака важный завтрак и дает 24 урона и силу атаки до трех раз то есть тоже 24 за каждого побежденного противника тут еще врагов победить надо 24 атаки а здесь 40 крит урона практически халявные просто попав тычкой по двум врагам с одинаковой уязвимостью и силу атаки 32 процента если 32 возможно она уменьшается менее меньше слабее вроде есть какие-то конусы у которых чутка медленнее растет что-то из статов возможно здесь какие-нибудь 24 тоже будет за здесь кун 36 ну в целом циферки вроде неплохие прикольно для эрудиции химика однозначно герта однозначно кто там в принципе звучит неплохо для аргентия да понятное дело что наверное не лучше вот однозначно не лучше этой пушки у тех кто домажит бонус атаками на аргенте скорее всего не лучше этой потому что 64 урона наверно получше будет чем 20 атаки и 40 крит урона ну это опять же это если мы максимальные уровни смотрим пятое наложение отдых гениев помню еще такой да вот тоже самое практически кстати сил атаки 32 и крит урон 48 ну кстати смотрите-ка по циферкам эта пушка из магаза выглядит практически как пушка из и из из баннера на пятом наложении генерал данной да генерал вполне 40 крит урона генералу плюс этот но опять же все еще сравнивать с зарождением себя конечно же вот это вот важно если если у персонажа есть бонус атаки зарождение себя очень сильно каримио спасибо за сапку первый месяц ничего себе спасибо большое первый месяц подписчики любви в чатик добро пожаловать надеваю розовое поло чате киуза и молотые надеюсь с нами надолго спасибо спасибо сравнись до рассвета чем с легой нет приключение греза вилля солидарность что это у нас гармония за то как владельцы используют базовую атаку навык или сверхспособность он накладывает на всех союзников статус то есть всегда статус ребячества этот статус повышает носимость соответствующим умением союзника урон на 12 процентов статус ребячества работает только с последним использованным владельцем умением и он не может складываться до 24 скорее всего процентов урона сложная штука сложная штука но в целом 24 процента урона ну как будто бы проще даже конус асты собрать но это у него ограничение только на один и тот же на один и тот же блин не то смотрю тип урона да но пассивно 24 процента всегда и кун броня ну броня допустим это как надо делать сжать ешку потом сжать ешку персан перс нет броне лучше предыдущий конус который потому что ты хочешь усилить и ешкой и ультой броне лучше нынешний конус который в этом есть но такое на самом деле сложно и реализовать тоже и типа вот сам факт того что статус работает только с последним использованным умением я бы такое вообще не брал очень тяжело реализовать очень такое себе типа это представляете на нажать ульту перса гармонии после после того как перс походит и нажмет например ешку то есть допустим это броня либо искорка искорка толкает вперед перса тот нажимает ешку в этот момент надо успеть нажать ульту искоркой а потом нажать еще раз ульту персом чтобы получить этот не очень-то высокий бонус бонус атаки пролетают кстати да очень странный конус я бы на него вообще не смотрел наверное искорка точно ну да точно не те кто толкают вперед вот точно не те кто толкают то есть на может быть какой-нибудь этой зоне конус нибудь я прочитаю шоу начинается саморазвлечения после того как владелец накладывает ослабление на противника он получает один уровень статуса трюк каждый уровень этого статуса повышает наносим владельцем ронда на 6 до макс трех раз то есть возможно 12 30 но процента 36 эффект длится один ход если шанс попадания эффекта владельца выше или равен 80 его силы атаки повышается на 20 процентов здесь на 40 скорее всего накладывает ослабление на противника кажется только на лебедя до волк но волк накладывает дебафы на волку да да дамагера и волк да ну зачем волка и свой ивентовый клевый для лебедей сам ну вот здесь вот единственное еще важный вопрос ослаблением дот это считаются наверно да насколько он хорош тип на один ход повышать носимый урон целом для дотеров это хорошо потому что враги получат урон в свой ход к считается но все до 1 ход как-то очень грустно звучит на лебедя плохо сложно будет вы поставить вместо вот этого потому что ей шанс очень нужен взгляд жертвы типа 40 просто 48 периодического урона и просто 40 шанса эффектов звучит сильнее чем 36 урона и 40 атаки но у кого нету вот этого с высокими пробудами то есть если условно говоря пробуда первая или вторая скорее всего то этот конус будет круче потому что нужно и р-5 бахнуть и у скорее все будет круче чем много чего должны лучше чем этот тут зависит от того сколько у нее максимум шансом будет если шанс не будет закрыт чисто с абстатами и телом на шанс попадания то возможно вот это будет топ-2 после сампа а тот конус наверное будет топ-3 ну не считая конечно же чё за говно это говно какое-то полное не считая конечно же сигну ее которую здесь которую здесь нету одинокое исцеление эффект пробития нет это конечно тоже я бы лебедю наверное не брал можно сказать портал-2 можем попробовать продолжить его записал ну в общем такой не неплохой конус для для лебедя точно вот у кого не будет конусов на шанс эффекты или у кого будет хватать шанс эффекта с абстатов например то очень-очень найсовая штука урон хорошо повышается атака повышается красиво в целом неплохо неплохо а кому еще ну наверное сам ну кто может три статуса на стакать заход либо сам по либо в принципе кстати гуйка может если ешкой попадет в троих гуйки 80 шанс эффекта стакать бред сам по 8 шанс эффекта стакать тоже бред каким-то дебафером типа волка или вельта столько тоже настолько много не надо можно равербэндит но если бы тебя была сапка можно было плетение нитей судьбы сохранения сопротивление эффектом повышается владельцы повышается на 12 процентов каждые 100 единиц защиты владельца повышают наносимый им урон на 08 до 32 кажется это что-то очень авантюриновое потому что смысле у нас нету ни одного дамагера от сохранения на данный момент 24 резиста ок 100 защиты ну допустим тысяча это сколько тысяч это 8 процентов 2000 это 16 процент 4000 защиты для 32 процентов урона а подожди стоп каких 32 64 они никакой пирога марты этот вы чё я думаю это все на авантюрина будет возможно я как-то разок думал что вдруг он будет первым дамагером сохранения у нас еще как бы нету такого у нас есть сохранение от хп фуси у нас есть сохранение от щитов а тут интересненько ну вообще может быть да реально может быть это будет годный конус он тюрина а пока так конечно бесполезно предположение что есть реальность наложение уровня изобилие эффект пробития хиллер с эффектом пробития 48 процентов базовые атаки владельца восстанавливают 2 процента его хп плюс 800 единиц 4 процента плюс 1600 хиллеру который не хочет жать обилки хочет просто бить и пробивать 8 никто не говорит про 8 тысяч защиты на несколько хотя а ну подожди да если здесь будет 64 процента здесь по 08 да не я думаю будет повышаться до 16 скорее всего ну наверное это на галахера как раз будет ну типа ждем жизнь забили гаухер вроде бы изобили ну само по себе пробитие хиллером неплохая тема если хочется урона добавить в пачку желательно конечно чтобы это был огненный ветреный электрический или физический хиллер блин все четыре вида хиллера у нас есть кстати один скоро будет чтобы если брать это в пачку кто там например и чисто пробивать именно этими персами на под какой-нибудь накачать им под 100 плюс может это будет хиллер от шанса пробития представьте у него от шанса пробития будет хилл увеличиваться и у него ульта будет там бить по всем врагам покчан чтобы пробить врагов то есть не хилять а дамажить не знаю а ешка например будет хилять ну то есть ешка хиляет а ульта дамажит был забавно гаухер огненный ну да да я и говорю говорю ну все получается это мы посмотрели ну из самых прикольных конечно это под члебедя это вроде неплохо это как-то так себе это вроде неплохо для бюджетных владельцев этого бурейда это звучит интересно я прикольные пушки более менее я думаю найдется им применение я думаю можно найти по крайней мере и от хорошо предпросмотр миши давайте быстренько по следам пройдемся перед первым ударом сверхспособности базовый шанс наложить на цель статус заморозка повышается а умеет замораживать сверхспособность повышать шанс попадания эффектов до окончания полной текущей сверхспособности еще лучше умеет замораживать во время нанесения рома противник со статусом заморозка крит урон повышается прямо чисто знаете именно такое чувство что взяли его сделали для тех кого нет золю но при этом врагу врагов слишком много кривого уязвимостей использование техники замораживают врагов на месте если бы начинается пространство количество ударов следующие ульты увеличивается спины с ледяной урон противнику талант каждый рассказ союзник исполнил тачку навыков количество ударов ульты увеличивается он еще такой частот ульты до дамагер навык увеличить количество ударов ульты с наносит урон противнику и соседям метлой и ульта получается самое главное изначально существует определенное количество ударов сначала поменять один который носит выбором противника каждый следующий но есть случайного противника а реально как ульта кешка сам прочь действительно льта которая в рандомные таргеты бьет нету для нету из каждым попадай аргентия не то а да ну да она на второе на втором уровне наносит рандомные тычки забыл о ней это каждым попаданием шанс наложить на цель статуса заморозка на один ход на чтобы ну точно все замерзли тивинг со статусом заморозка не может совершать действие получать начале каждого хода дополнительный ледяной урон ну понятно количество ударов за одно действие сверхспособности есть предел после вспомнил сверхспособность количество ударов сбрасывается ну странная штука конечно заморозка вообще не самый полезный статус полезен как мы знаем только для дотеров чтобы они дважды наносили дамаг дотами а это значит что по сути он не так то уж и плохо наверное с лебедем будет наверное да если опять же заморозить врага чтобы он дважды урон дота от этих от карт получил там и так далее ну странно конечно но зачем да типа два дам два дамагера вместе такой саппортный дамагер разрушения скорее всего лучше взять либо каких-нибудь этих персов гармонии либо добавить еще дополнительных персонажей дотеров как бы как обычно конечно не больше дамага выдадут ну опять же если у врагов ледяная уязвимость например возможно для пробития ледяной уязвимости то допустим он южуань мейка плюс этот или посмотрите сама по себе заморозка это тоже не боль немножко сейфовая игра помните мы последнюю последнее зеркало проходили четырьмя дэдэшерами если у врагов кривую уязвимость мы берем лебедя мишу чтобы он пробивал кривую уязвимость и замораживал врагов такой саппорт замораживающий плюс жуань мейка чтобы увеличивать пробитие чтобы враги ну точно не походили и получили еще как бы больше урона от дотов и четвертого дотера например кавку вот примерно так то есть ну когда нужно быстро пройти и не дать врагам походить то есть звучит не так уж и плохо в теории имеем отрицательный сп в такой команде ну возможно пела бы поставил лучше да возможно ну короче я не знаю просто придумываю я не думаю что миша супер гига юзабельный перс ну да пела кайф конечно просто я пытаюсь приду я не знаю но он странно выглядит поэтому я не знаю куда его пихать вообще а кривые уязвимости бали просто вот серьезно бесит бесит кривые уязвимости в каждой бездне в каждой каждой бездне великий обозреватель пом пом внимание поговорим про семьи про семьи да чтобы беречь первопроходцы от космической буря великий аналитик может разобраться в отношениях семья организаторы фестиваля управляемый управляющая пинаконии семья одна из самых могучных организаций во вселенной раз они по собственной инициативе отправили приглашение то достойные приемы нам обеспечен тебе стоит помнить что экспресс будет находиться на правах гостя поэтому обязательно соблюдай местные правила слушайся во всем химикой не теряй бдительность наконец повеселитесь на пинаконии от души к м м мы давно знакомы с к м м корпорации межзвездного мира на данный момент является крупнейшим экономическим субъектом в галактике многие устройства которые обычно используются на экспрессе такие как универсальная машина для синтеза и межзвездный путеводитель выпускают с корпорацией скотт и сяо хань с которыми первопроходцы уже приходилось встречаться в привлоке арматонов на лов сян джо топаз в белобоге а также бывший пассажир экспресса велит все они из этой корпорации можешь заметить что у них всех разные характеры дела не ведут по-разному тут сложно обобщить но плохим человеком из них никто не является поэтому если встреча с сотрудниками корпорации сохраним бдительность но не стоит излишне беспокоиться в конце концов такая крупная организация непременно дорожит своей репутацией альянс сян джо из всех фракций альянса сян джо знакомы первопроходцы лучше всего поэтому помпом не будет заострять у них внимание благодаря тому что в прошлом и все продемонстрировали свою силу на лов сян джо лов подарили экипажу звездного экспресса очень ценный фритовый счет как символ дружбы конечно семья также отправила приглашение от фестиваля и альянсу но насколько помпом известно они его отклонили жаль что у нас не будет возможности повстречаться типа ребята вы устали от лов у хорошо мы не будем добавлять персонажей с лову на пинаконию отдохните уже от всей этой китайской локации банда уничтожения от войны с легиона в антиматерии до сражения между сен джо и фантилии разрушение это нечто иное как угроза вселенского масштаба и наш старый враг но говорят что увлекающиеся убийствами поджогами и грабежами бана уничтожение одобрять даже сам на нук помнишь нападение на космическую станцию герд который произошло не так давно это было их рук дело это одна из жертв не знаю о чем думала семья когда отправляла им приглашение дорогой первопроходится береги себя во время своих приключений стерегайся их неприятелей ради своего же блага и дать его в масках при упоминании дать его в масках но он естественно приходит ах и он радости в которого они верят в помпом вспомнила кое-что не очень приятное наоборот радостью всегда же весело можно сказать что недотек в масках встречаются повсюду согласно полученным от первопроход с данным наиболее сомнительной среди них является сам по которой обманул дань хэна джун шайн с которой мы вместе избавились от освободителей в сенджо и спонсора эфирных войн джованни люди пойдут на все ради удовольствия непременно объявятся на коне первопроход все держаться от них подальше да это я помню квест про освободителей и мемный сад воспоминаний пассажир мартин говорил что приходит приходилось вместе медиа в матрице предвидения сенджо помпом все время интуитивно чувствует их присутствие в экспрессе это очень пугает и наводитно дурные мысли говорят что у хранителей памяти сада воспоминаний нет физической оболочки они показываются только тем кому захотят до встречших на пинаконе то это будет означать что они уже обратили на тебя внимание нужно соблюдать предельную осторожность нельзя терять бдительность и общество гениев каждый участник общества гениев следует по собственному пути единства взглядов им не свойств например участник герд который первый проходит с хорошо знает подписала с экспрессом ряд соглашения поддержки также наводилось корпорации стратегическое сотрудничество в то время как участник 64 доктор примитив является заклятым врагом галактических рейнджеров этому тебе не стоит беспокоиться их позиция не имеет для нас особого значения поговорка враг моего друга мой враг здесь не уместно даже если ты сейчас в хороших отношениях с несколькими гениями такими как герда джо аниме искры им это не значит экспресс хороших отношений с общественным гением гениев или плохих отношений с галактическими рейнджерами прям то помпом думает что гений судя по их поведению скорее всего не откликнуться на приглашение семьи и давайте посмотрим какой-то видос спойлер дали не забывайте заказывать игры на собой да и может быть кто-то уже что-то еще придумал пока мы делали этот вот столько игр на данный момент не очень много это книги какие-то были невозможно спасибо за рисом чек спасибо большое она мути от он им да не видел не видел она или она круче записал найдем баклажки она ума река лекция лауреат нобелевской премии в области нейробиолог физиологии медицине ничего себе панацея записывают дарки стейлз лекций стов фиге кстати тут подал на визеринга и в специальную контент в контент креатор программу специальную хз уж возьмут или не возьмут но я подал то постоянно спрашивают но я как бы и на бы обычный ключ запросил ну и не запросила как вы все записалось но там короче есть и стримерская тема если досмотреть обновлен с watch когда выйдет большину гораздо больше обновил равен зачем сейчас мы обязательно соберемся тостеры мы будем залипать у меня по-моему пройден полностью postal 2 есть даже на ютубе перепроходить обратно возвращаться типа не вижу не вижу смысл до полное прохождение с понедельника по пятницу на 5 часов у меня было так что придумать что-нибудь другое война это мурман пони вот это я бы кстати когда-нибудь бы с радостью прошел всеми руками за child of white беси хочет заказать project зам будет 15 часов этого я стартует мы ждем ждем как ваши дела нормальном своем видосики собачки готовимся от того что мне нужно делать так что давай забыль че с з言 ты вот все Продолжение следует... 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 Это правда, что ты можешь влиять в мечты в какой-то уровне, в определенный способ, влиять на определенные аспекты, которые происходят в мечты. Но чтобы контролировать всю историю, всю историю мечты, это не что-то, что мы можем делать в нормальных условиях, потому что в связи с рандомной натурой мечты. Но мечты могут быть впечатлением, инфофикацией, поэтому я думаю, что никто не может взять это от нас. Катерина Ивану и кстати не играл, а в персону играл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...